И разок ехал в Краснодар из деревушки, в которой я жил. Жить на природе это жизнь в благости. Жить в городе это в страсти, потому что люди едят в город для того, чтобы больше денег было. А жизнь в пьяном угаре, где угодно, это в невежестве. Понятно, да? И ехал в город. И по дороге я увидел, как один нормальный, настоящий, восточный человек. Который естественным образом хочет проехаться так, хотя бы один раз в жизни. Чтобы все удивились. И все удивились. Потому что он лежал на дороге. Очень было удивительно, смотри. И он действительно проехал один раз. И в этот момент, когда я проезжал мимо него, я увидел, что он в тонком теле вышел из другого тела. В этот момент я увидел, застал этот момент. И что я увидел? Я увидел, что он очень сильно удивился тому, что произошло. Он был в шоке. Потому что жизнь-то не прекращается при этом. Человек теряет сознание на время, в момент выставления тела. На время. Потому что потом он входит опять в сознание, находясь уже в тонком теле. В тонком теле есть глаза. Чувство зрения это имеет тонкую природу. Глаза. Как будто органы. Но Ванга видела без глаз. Она видела не только тех людей, которые заходили к ней в дом. Она также видела, кто придет. Чувствовала. Зрение без глаз. Без глаз это тонкое видение. Оно же рамками не ограничено. Тонкое видение. Человек в тонком плане видит гораздо больше, чем человек на другом. Когда человек оставляет тело, он видит всю свою судьбу сразу. И он думает, зачем я так жил? Я же сейчас уже не могу ничего исправить. Он бесит над телом. Люди в страсти, когда они вот живут просто для того, чтобы было все как хорошо, как надо. Заботясь только о своей сегодняшней жизни. Это тупая, бессмысленная жизнь. Потом, когда человек оставляет тело, он в шок входит. Он реально понимает, что он зря прожил свою жизнь. И он находится в состоянии ужасного.